Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас 7 декабря 2016 года. Мы находимся в центре города, в центре Москвы, практически на Красной площади. С 1 декабря, как уже известно, ежегодно начинаются приготовления к празднику. Происходит оформление, как и домов, магазинов, витрин. Город готовится к встрече Нового года, и я предлагаю сегодня посмотреть, как украшается город, что уже на сегодняшний момент сделано, как проходят эти оформления. Площадь убрана от снега, хотя за городом его полно, здесь такого не ощущается. Все вылизано так, что все аж блестит. Вот мы находимся практически на Красной площади. Главный университет Москвы уже оформлен, играет музыка, чувствуется предновогоднее настроение. Кремль только всегда во всей красе. Идем дальше. ГУМ-каток на Красной площади. Это главный центральный каток, который будет работать все новогодние праздники, включая сам Новый год. Можно здесь его и встретить. Работает телевидение уже. Повторюсь, что все в округе оформлено соответствующим образом. В общем, тут уже чувствуется такое предновогоднее настроение. Краткая информация. Только у Владимира Ильича все мурачно, но вся остальная площадь бушивает огнями. Ну, а здесь практически новогодний город, который мы сейчас с вами пройдем. Передать запах ели и праздника, который здесь ощущается, сложно. Поэтому будем смотреть и наблюдать, что же в настоящий момент здесь уже есть. Ну, здесь уже вовсю Новый год ощущается. Несмотря на мороз, люди уже вовсю находятся в этой зоне. Так вот выглядят сегодняшние павильоны. Детские аттракционы. Для совсем маленьких друзей. В общем, здесь вовсю чувствуется полный праздник. Сувениры новогодние. На любой вкус и цвет. Елки настоящие. Искусственных нет. Иностранные сувениры. Включая шапки-ушанки. Валенки. Это самый такой ценный подарок, который можно произвести из России, из Москвы. Русский самовар. Чайная лавка в таком оформлении. Ну, а тут маленькие кафешки, где можно погреться, перекусить. Хорошие подарочки. Главный атрибут праздника – снеговик. Возможно, ближе к самому празднику поставят и настоящего. Сувенирные лавки. В общем, иностранцу здесь есть что посмотреть. Правда, ценники не детские. Да, продавцам, наверное, в настоящий момент здесь холодно, за исключением вот этого товарища. Потому как здесь, наверное, слишком жарко. Вот такой вот предновогодний базар русских сувениров. Можно уже в настоящий момент наблюдать. Можно сюда приехать. И все необходимое купить. Также здесь работает первый канал. Доброе утро программа. Вот отсюда она выходит. Каждое утро мы можем это все наблюдать в прямом эфире. Вот такая красота. Главная елка Москвы. Одна из, потому как в Кремле стоит другая. Ровненький лед. Все по кругу колесятка. Вот так вот. К вами зайдем в главный универмаг. Посмотрим, как оформление сделано уже там. Вот мы зашли в главный универмаг Московы. Посмотреть, как обстоит обстановка. Все по новогоднему. Все по новогоднему. Каждый универмаг. Каждый ряд оформлен по-своему. В общем, обстановка праздничная. Ну и так в каждом ряду продают елочные украшения, игрушки. Вот петуха, поэтому петухов здесь очень много. Уже сегодня, повторюсь, это можно купить. Вот такой уже центр Москвы сегодня. Ближе к 30 декабря и 31 здесь, наверное, добавятся разные зоны на этой площади. Праздник будет в разгаре. И погода сему способствует. В настоящий момент пошел снег. Не знаю, будет ли его видно, но в целом оформление красивое. Спасибо всем, кто побывал вместе со мной на площади и посмотрел этот ролик. Спасибо. Спасибо.